Сам не понял, как так вышло. Виновный в краже особо ценных книг из Госархива признал свою вину и попросил прощения за свой поступок. В Кировском районном суде Саратова мужчине вынесли приговор. Сторона обвинения им осталась удовлетворена. Все подробности у Полины Попенец. Одно из нашумевших дел о хищении ценных книг рассматривали в особом порядке, то есть по упрощенной процедуре без оценки доказательств. Об этом ходатайствовал сам подсудимый Алексей Полынин. Также адвокат обвиняемого попросил дополнительную защиту, поэтому на втором судебном заседании сторону обвиняемого представляли два адвоката, а не один. Перед началом судебного заседания гособвинитель приобщил несколько документов, в том числе об увольнении работника Госархива. В один из дней с 20 по 22 июня того же года посудимый в период с 12 до 14 часов проник в помещение архива хранилища номер 2, пользуясь тем, что входная дверь в течение рабочего дня оставалась открытой и тайно похитила оттуда 19 метрических книг. Кроме того, в один из дней с 25 по 26 июня того же года аналогичным способом посудимый похитил 14, а с 28 по 30 июня 2016 года еще 13 метрических книг. Напомню, бывший начальник отдела технического и хозяйственного обеспечения Госархива Алексей Полынин, будучи работником, воспользовался своим служебным положением и похитил 46 особо ценных метрических книг. Книги он вывез на своей машине, стоимость одной из них составляет 25 миллионов рублей. Общая сумма ущерба составила 1 миллиарда 234 миллиона рублей. Хотелось, чтобы у семьи все было, а не получалось заработать. Конечно, это вопиюще все произошло. Я, в принципе, и сам от себя не ожидал такого. Похищенные ценности мужчина продал с помощью интернета за 30 тысяч рублей за один экземпляр. Приобретателями стали две женщины, специалисты генеалогии. Однако книги вызвали подозрения у покупательницы, и они обратились в управление ФСБ. Алексей Полынин полностью признал свою вину. Я полностью раскаялся и прошу суд назначить наказание гуманное, чтобы я мог простить и воспитывать детей. По данным следствия, все 46 ценных старинных книг вернули на полки Госархива. Однако за то, что сотрудник беспрепятственно смог вынести раритеты, директор учреждения должна будет пересмотреть систему безопасности. В адрес директора вынесено частное постановление. Она должна будет его рассмотреть и уведомить суд о принятых мерах, дополнительных мерах, направленных на недопущение подобного впредь. Конкретный объем содержания этих мер будет, с учетом специфики деятельности учреждения, определяться руководством самостоятельно. По словам руководителя учреждения, это первый за 20 лет случай кражи подобных исторических материалов. За свой поступок Алексей Полынин получил 4 года условно с подпиской о невыезде. К тому же в ближайшее время он должен будет найти работу. Полина Попенец, Роман Шельдяев, Саратов, 24.